Добрый день, дорогие телезрители! Сегодня у нас особенный эфир, потому что у нас гость замечательный, она наша землячка, она из Якутии, из Татинского улуса, но без малого уже два года она в зоне СВО. И мы сегодня с ней будем говорить, конечно, о СВО, о том, как человек выживает. Нам, живущим здесь, как мне сказала сейчас Вера Петровна, под чистым небом, непонятно, что там творится, каково у человека психологическое состояние и так далее. Это нам неведомо. Впервые у нас такой гость. Гость, можно сказать, прямо из передовой. Вера Петровна Душкевич. Добрый день. Ну, года три назад, наверное. Но никто не предполагал, что настанут такие дни. Когда все стабильно, все хорошо, мы не думаем о том, что что-то произойдет такое, которое не зависит от нас. И вот вы говорите на передовой, на самом деле я в глубоком тылу и работаю в Ростове-на-Дону. Сначала специальной военной операции наша республика очень мощно, мобильно создала инструменты для взаимодействия с военным миром. В октябре 2022 года вышел указ нашего главы Айсен Сергеевича об создании Едином координационном центре Республики Саха-Якутия, которое занимается помощью для военнослужащих и для членов их семей, ну и взаимодействием с военными структурами. Мы тогда все думали, что это быстро, это временное явление. И оказывается, сейчас, вот оглядываясь назад, оказывается, уже почти второй год. Все равно мы победим. Буквально вот с 24-го вышло распоряжение главы и создана республиканская комиссия вместе к победе. Это не временная структура уже. Мы, живя в Якутии, да, оказывается, совершенно не сталкивались вообще с военным миром. У нас есть частично, это военкоматы, но они полугражданские называются, да, вот. И где-то в Тикси находится военная часть, да. Но это то, что я вот по себе помню, вот ту жизнь, которую я прожила в Якутии. А оказывается, существует этот параллельный мир, который живет своей системой, живет своей, как говорится, мощью, параллельно друг с другом веками, да. И вот я сейчас просто те понятия, которые я поняла, вот столкнувшись вот с этим впервые, да. У нас Российская Федерация. Российская Федерация более 80 субъектов. У военных всего 6 военных округов. Наша Якутия, она входит в этот Восточный военный округ, да. А Восточный военный округ – это несколько дальневосточных регионов. И когда мы начинаем понимать их систему, нам лучше с ними взаимодействовать. Военный округ, как одна республика, например, да. Военные округа разделяются на армии. Это как районы. Каждая армия разделяется на военные части. Это как муниципальные наследия. Военная часть разделяется на взводы, отряды. Это уже как зонами мы же живем в деревнях, да. Потом уже идут улицы и уже конкретные дома, семьи. Отряды – это из 20 человек, вот, где как одна семья живут ребята. Одна боевая задача, там, практически в одном блиндаже, в одной окопе. И у них иерархия. Если мы, как общественники, можем напрямую обратиться в исполнительные органы власти, да, то здесь без рядового, без участия рядового невозможно ничего. То есть все начинается с рапорта рядового. Командиру отряда, потом командир отряда передает туда, потом дальше, 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 дальше. Иногда жены, матеря звонят, да. Они просто знают фамилию, имя, отчество, дату рождения. И когда он пошел, да, то есть либо контракт написал, либо был мобилизован. И многие не интересуются военной частью. И вот эти номера роты, там, бригады, там, отряды. Получается, это как без адреса. И, да, в деревне дедушки – это очень сложно, да, это очень сложно усложняется. И я вот мамам говорю, вы же, когда ребенка в школу отводите, вы же знаете директора школы и по какому адресу вы его ведете, да. Или же классную руководительницу. Это самый близкий человек вашего ребенка в школе, например, да. То же самое в каждом военной части есть замполиты. И вот замполиты – это классный руководитель. Нужно постараться вот именно узнать хотя бы позывной замполита, хотя бы какие-то вот данные. И мы, как гражданские лица, мы становимся, как третьи лица, да. И поэтому нам сложно напрямую защищать права наших военнослужащих. Имеют право только близкие родственники. Это родители и супруга. Но если таковых нет, то сестры, братья. Или же нотариальной доверенностью могут защищать. У военных в этом военном мире ровно все так же, как и у нас. У них своя авиация, военные самолеты и военные аэродромы, да. По железной дороге у них свои поезда, свои составы, да. Они с гражданскими поездами не ездят. Вот у них своя военная полиция, военный следственный комитет, у них своя военная прокуратура. То есть все вот это, по ихнему уставу, все контролируется своими тоже вот внутренними структурами. Лечатся наши ребята именно в военных госпиталях. И сейчас просто есть момент, когда в гражданские больницы открывают койки для военнослужащих, но их курирует все равно военный госпиталь. Очень все структурировано, очень все вот упорядочено. В марте месяце подписали соглашение, наша республика и госпиталь, который находится в Ростове-на-Дону, подписали соглашение о совместном сотрудничестве, да, и взаимодействии именно в целях того, чтобы мы могли как волонтеры для военной структуры, мы как волонтеры, вот, чтобы мы могли там находиться в госпитале и могли встречаться со своими ребятами, да. Они нам дали, ну, такую возможность. Благодаря чему? Благодаря тому, что мы работаем именно в приемном отделении. В приемном отделении мы помогаем им регистрировать, да. Тут, ну, вот эти борты приезжают, и вот, и помогаем регистрировать, и благодаря этой работе у нас есть возможность найти, общаться со своими ребятами, которые из Якутии, да. Это большой, да, госпиталь военный? Это госпиталь, он окружной, да, самый большой, а есть еще у них филиалы, там, этот, да, потом, каждая военная часть имеет свои медицинские отряды списочного значения, да. Вот эти медицинские отряды списочного значения, они организовывают полевые госпиталя. Военный мир, он существует очень давно и веками, да, параллельно с нашим гражданским миром. И они совершенно разные, у них даже медицина разная, другая, да. Военной академии учатся, чтобы стать военным медиком, да. И у них, ну, все параллельно, но все совсем другая структура. Когда начинаешь, понимаете, это одну такую вот вещь заметила, что они профессиональные военные, да. У них тоже семьи есть, да, у них тоже дети есть, матеря есть, вот. Ну, все так же, как и наши гражданские семьи, да. Я для себя вот уяснила три отличия. В первую очередь быть готовым ко всему. То есть не загадывать надалеко, да, а быть готовым ко всему, и к лучшему, и к худшему, да. Вторая большая разница этих семей — терпение. Они живут сегодня. Сегодня семья. Да. И каждый прожитый день для них это уже победа. И для матерей, и для жен у них это как-то вот прописано. Они принимают профессию своих мужей и профессию своих сыновей как профессия. Как профессия, которая очень опасна, они это понимают, осознают, да. И они понимают, что в любой момент может случиться все, что угодно. И они всегда вот к этому готовы. Раньше, если у тебя есть семья, говорят, у тебя крепкий тыл. У них вот этот крепкий тыл именно обрисовывается тем, что они умеют ждать. Интересное наблюдение такое для меня, да, было, когда человек умеет ждать. Стихи Константина Симонова, значит, были совсем в точку. Да, в точку. Мы в гражданском мире немножко не такие семьи у нас. У нас очень много беспокойства, тревоги, страха, очень много вот этой суеты, да, вот. И тем самым мы расхолаживаемся. Прямо вот внутреннее состояние человека, оно становится очень тонким, да. И вот тут хотела бы заметить, что я сама вот думаю, что я попала в эту, ну, не ситуацию, я вот так начала работать, и это как-то вот по стечению судьбы получилось, да. И оглядываясь назад на свою жизнь, да, я вот, мне очень сейчас помогает тот опыт, который я через себя все пронесла. Это в первую очередь моя деятельность Ассоциации спорта инвалидов. Еще тогда, в далеком 2003 году, да, и впервые в 2004 году дети с инвалидностью принимали участие на Детях Азии, да, в рамках турнира Дети Азии. Потом пошли наши паралимпийцы, сурдолимпийцы, вот сейчас очень специальная олимпиада, да, развивается, вот именно адаптивная физическая культура и спорт, да. И у нас один из первых дальневосточных регионов, где открылась Республиканский Центр адаптивной физкультуры. Это благодаря той деятельности нашей общественной организации. Вспоминаю 2004 год, 2002, вот, 2003 год, да. Мне многие говорили, Вера, ты что, совсем немножко это, потому что как это инвалид и спорт? Вот это вообще несовместимые вещи, потому что всегда, если человек болеет, то нас освобождают от урока физкультуры. Так же? И жалеют его. И жалеют его, да. И жалеют его, да. Когда я вот через своего сына поняла, что именно физическая культура может ему помочь и встать на ноги в здоровом теле, в здоровый тур, да, вот такой, это не просто так говорится, и спорт никогда никому ничего не вредит на самом деле, да. Он дисциплинирует, он упорядочивает. Поэтому адаптивная физическая культура для людей с инвалидностью, это, могу сказать, что один из основных способов социализации и реабилитации. Чего нам не хватает родителям, когда нам говорят диагноз ребенка, да, именно психологическое сопровождение, именно вот юридическая консультация, именно информирование, да. Для человека на самом деле очень много не нужно. Это главное знать, как, что делать. Вокруг одной болезни диагноза ребенка всегда стоит несколько людей, которые привязаны к этому ребенку. То есть это в основном родители. И пока у родителей не поменяется в голове состояние своего ребенка, принять его таким, какой он есть, вместе со своим диагнозом, это надо принимать, да, и научить его жить с этим. Вот это была наша, это и есть наша основная задача. Когда сталкиваемся с какой-то ситуацией в своей жизни, начинаем искать какие-то волшебные палочки, да. Какое-то волшебство, какое-то там этот. Но чудеса случаются не просто так, они в каждодневном процессе есть. Вот это надо уметь заметить, да. И вот ребенок не бороться с болезнью, а именно диагноз вот этот взять, с ним подружиться и научиться жить, да. И тогда оно уже начинает совсем по-другому влиять к жизни своего ребенка, да. И вот принятие диагноза, это была основная, это и есть у нас основная вот задача, вот чтобы принятие, пришли родители, пришли к этому принятию, да, вот. И мы в основном создавали вот среду вокруг ребенка, инклюзивная среда, сейчас очень развита, да. Весь этот наработанный опыт сейчас помогает работать в такой, наверное, атмосфере, и в такой стези, можно сказать так, наверное, экстремальных условиях, да. Но не просто так все делается, и не просто так все так случилось, как случилось. Когда образовался единый координационный центр, мне из Москвы позвонили и сказали, ну, вы готовы работать? Ситуация приходит, независимо от нас, вот как раз принятие той ситуации и научиться жить с этой ситуацией. И когда вот это осознаешь, и где-то буквально через неделю поступает звонок такой, да. И я немножко была в шоке, конечно, не ожидала. И, конечно, уже как-то внутренне уже была готова. И вот поехала в ноябре 22-го года в Москву. 2-го ноября я была уже в Москве. И вот как раз так, как я всю свою жизнь работала в социальной сфере, меня сразу поставили в направление по работе с ранеными. Единый координационный центр имеет свой колл-центр, и там поступали звонки, и сейчас до сих пор поступают, принимают звонки, да. Там вообще целая команда работает, таких отчаянных и наших тоже, и волонтеров, и всех вот наших операторов. Тогда только все начиналось. И мы просто, звонок поступил, сигнал поступил от родителей, фамилии, имя, отчество, примерно где. И просто брали с интернета название госпиталей, и примерно там уже выходили. Когда ребят находили, очень радовались. И как раз это были ноябрьские выходные, я как раз вот в Москве, и вот поехала к подруге ночевать на окраине Москвы. И рядом лесочек есть, да. Оладушки сварили, и мне снится сон, да. Я одна, у меня такое вот состояние внутреннее полного спокойствия и тишины. Внутреннее состояние, да. И я... Бывает же, когда какой-то вот груз несёшь, и вот какую-то проблему, когда решаешь, вот скидываешь, и такой... Такой, да. И вот такое состояние было. Ху. И прямо такая аллея весенняя. Аллея сиренем даже пахнет, да. Вот. И я голову вот так закидываю, и смотрю, наверху очень большой купол. Купол церкви. Золотой, золотой, да. А на так хожу, вот на него смотрю, и говорю, я в Ростове. И потом утром прихожу на работу. Девочка, я всю ночь гуляла по Ростову, наверное, мне надо ехать в Ростов. Ну, мы так подшутили, как этот, да. Но так получилось, что как раз в этот период наша республика же ещё не только нашими военнослужащими, она ещё помогает новым территориям восстанавливаться. И как раз в Кировском, да, это в 22-м году, выезжала первая бригада вот наших опорников, которые выезжали и вот на машине туда ехали, да. И у них оказалось одно случайное место. С ребятами села, поехала на разведку два дня, и вот это два дня у меня продолжается до сих пор. Вот, да. На разведку, то есть что разведываешь? Госпиталь. Что там есть госпиталь, мы знали, да. И вот туда поехала. Вот я поражаюсь теми людьми, которые когда-то жили или когда-то сталкивались с нашей Якутией, да. То есть с якутианами, да. И у всех очень такое тёплое отношение остаётся, да. Те, кто жили здесь. Много же людей, которые живут здесь, потом уезжают, да. И такие люди, они когда узнают что-то из Якутии, и вот прямо вот сплачиваются, да. Это сплачиваются городами, там это. Сейчас очень много городов, где есть вот наши земляки, и они именно помогают как волонтёры. Вот кому-то нужно вот туда, кто-то там в каком-то городе потерялся, и там где-то в госпитале, там где-то. Всё держится на наших земляках, волонтёрах. И у меня был единственный номер телефона одного из командиров. И это была пятница. И я думала, если я сейчас в пятницу не успею зайти, поговорить, то суббота, воскресенье, как мы обычно считаем, это выходные. А у военных, оказывается, нет выходных. У них нет пятницы, у них нет субботы и воскресенья. Я вот, вот самый долгий мой отпуск приехала, да, и я просто прям наслаждалась вот этим нашей пятницей. Оказывается, пятница такой день, когда выходишь на улицу, и у людей такое вдохновлённое настроение у всех, да. Это значит пятница. Можно по настроению людей угадать, да, какой день недели. Суббота, воскресенье, тишина, потому что у всех запланированы выходные, да. Вот, потом понедельник начинается, с утра вот звонки там, это вот всё, вот уже вот работа начинается, да, кипит всё. И, а потом опять до пятницы, потом опять вот, да. А у военных нет пятницы, у них есть даты, у них есть утро-вечер, ночь, да, и месяца. Всё. Каждый день, каждый день, каждый день, каждый день. И даже командующие и руководство, он каждый день служат, они каждый день там находятся. У них, оказывается, вот нет выходных. Гражданский персонал может на выходные уйти, а вот военные, они, у них нет выходных, вот. И вот это очень интересно, да. И вот когда я вот в пятницу пришла, я думаю, ой, сейчас, если я не поймаю никого, то уже всё. А я уже купила обратный билет в воскресенье. Меня же на два дня отпустили только, вот, да. И вот прямо вот стою, и вот позвонила, и говорю, здравствуйте, я из Якутии. К вам вот приезжали из Якутии, вам передают огромный привет, можно к вам, да. И мне выписывают пропуск. Это же закрытые военные части, да, просто так туда не ходят. И вот меня запустили, и я вот представилась, у меня как представителя от республики Саха-Якутия была доверенность, вот эти все документы. И мы начали работать, да. И, конечно, первое время... Вы не поехали в воскресенье уже обратно? Нет, конечно, да. Потому что я поняла, что вот даже уже в первый день я встретила наших земляков, и уже поняла, что мы можем, находясь там, больше сделать, нежели где-то в другом месте, да. Первое время, когда разрешили сходить по палатам, я так смотрю, смотрю, вот на краешке этого кровати лежит якутский нож. И такая, ааа, Саханда! Он такой, ой, Сахабэн там этот, да. И когда якутскую речь слышат наши ребята, вот для них это вот как, не знаю, как что, вот родина приехала, да. Родина приехала, можно сказать так, да. И потом самое такое фартовое место, где можно было наших ребят найти, это курилка. Чем дольше стоишь, чем можно вот находить ребят, да. Вот стоишь, общаешься, вот. Ой, у нас в палате тоже есть из Якутии парень. Ой, позови его, пожалуйста. Вот так вот, да. И вот таким образом началась вот эта совместная работа, да. И мы в марте месяце подписали соглашение, я об этом сказала же, да. И потом вот уже начали работать в приемном отделении. И вы сейчас вот представьте, с 11 ноября 22 года по сегодняшний день, который вот мы сейчас с вами находимся, да, каждый день в этом госпитале находятся якутские волонтеры из Якутии, да, находятся именно, работают в госпитале, в приемном отделении. Каждый день, без выходных. Вот эту систему выстроить нам вот получилось именно благодаря поддержке нашей республики, нашего правительства, нашего главы, Айсена Сергеевича, да, начали командировать сотрудников. То есть у нас есть единственная бюджетная организация, которая занимается психологической помощью. Это структура Министерства молодежи. И с апреля 23 года каждый месяц по два человека, по два психолога, они выезжают на волонтерскую работу. С Министерства труда, социального развития тоже по два человека выезжают, работают. Сейчас там находится четыре человека. Прямо в Ростове? Прямо в Ростове, прямо в госпитале. Благодаря той работе, которой мы работаем в приемном отделении, официально как волонтер, да. Плюс еще начали выезжать студенты Алданского медколледжа, третий курс, да, это сестринское фельдшерское дело, и они проходят учебную практику там. Два месяца. Они говорят, после госпиталя мы готовы работать везде. Потому что такой опыт колоссальный получают ребята, да. И для них это вообще вот такой большой жизненный опыт, да. И они уже чувствуют причастность, помощь и приближение к победе, вот, да. И это очень замечательно, да, вот этот опыт. И вот в первое время, когда в 22-м году первую руку помощи именно военным врачам протянуло наш Минздрав, Министерство здравоохранения. И благодаря выездам Министерства здравоохранения, хирургов, анестезиологов, это была очень большая помощь для госпиталя, потому что в тот момент было такое вот... Я же там каждый день ходила же, да, и каждый день одни и те же лица. И вот как-то мы сидели, разговаривали, говорю, а вот как-то вот смена там, это, это, но... Ну, работать приходится. Нам бы как бы, чтобы хирурги наши хотя бы сутки дать, чтобы он выспался просто. Идет вот круглосуточный поток операций, вот это все, да. Вот, поэтому для военных это тоже очень сложно, да, вот. И такая большая помощь нашей республике от гражданских профессионалов, да, врачей, это очень большая помощь была. Тыл, который вот находится здесь, когда здесь очень спокойно, спокойно и там. И общаясь с ребятами, есть такое понимание, когда есть вот связь ребенка с матерью, связь вот с сыном, получается, да, связь супруги, да, у супругов очень такая тонкая. Когда ребята ранения получают, они сами вот в шоковом, стрессовом состоянии. Состояние своих матерей и жен они намного больше берегут, нежели себя. Да. Общаясь вообще с родителями и с женами, прихожу вот именно к такой мысли, что именно о принятии, принятии ситуации такой, какая она есть. Есть разные ситуации, и благодарят, и могут поругаться, могут агрессировать, могут проклинать или что-то там делать. У меня спрашивают, а как ты все это удерживаешь? Вот тут мне помог вот мой опыт именно работы в Харасхале, да, о принятии ситуации, принятии понятия внутреннего состояния человека. Потому что не понимая это состояние, мы не можем реагировать по-другому. Изученная наука психоэмоциональное состояние человека. Когда человек теряет близкого человека, и когда человек становится в ситуации, вот той, которая не предполагалась, об этом мы не говорили, об этом нас не учили. Потому что когда мы с детства растем, нас же всех учат быть счастливыми, и у нас есть вот свои определенные вот понятия счастья, понятия семьи, вот, да. И когда что-то происходит в семье, например, да, вот хотела бы немножко показать. Когда вот эта ситуация происходит, да, у нас есть точка данной ситуации, да. Это вот в первую очередь, это тут шоковое состояние, да. При шоковом состоянии у человека эмоции практически вот, вот, да. И реакции разные у людей, которые вот именно находятся в шоковом состоянии, да. Вот. Потом у нас идет отрицание ситуации, когда человек находится, он отрицает все, что происходит. Да. И он не верит в то, что это произошло с ним, и с его близким человеком, и всего, вот, вообще это пришло в его жизнь, да. Идет вот это отрицание. Потом идет вина. Это чувство вины, которое вот именно, а кто же виноват в той ситуации, в то, что случилось, да. Именно чувство вины, которое вот начинает человека изнутри. И прямо вот, вот, это, да. Так, наверное, я, этот, наверное, он командир был неправильно там, этот, начиная вот с тех моментов, с кем он сталкивался. Ищем виноватых. Все государство виновато, и все мы виноваты, кто вокруг рядом стоит, и даже те соседи, у которых сын в армию не ушел. Да, все виноваты вокруг, да. И потом, в конце концов, вот у чувства вины есть еще такое понятие, не понятие, а вот перетрансформация на самообвинение. Потом начинаешь винить себя в том, что произошло. А может, я это неправильно сделала, может, я так не сделала, может, я неправильные слова сказала, или какие-то действия какие-то неправильно сделала, да, что его подтолкнуло к таким действиям, да. Вот, и чувство вины – это единственное чувство у человека, да, эмоция, которая человека съедает изнутри. Именно изнутри съедает, да. Вот. Потом после вины идет агрессия. Ага. И когда человек находится в этом состоянии агрессии, все время, чуть что так, вот реакция такая, что ни скажи про эту ситуацию, про «не хочу слышать про свон, не хочу слышать про это, не это». Все-все-все-все раздражает. Человек раздражает буквально все, даже солнце раздражает, да. Вот. И появляется агрессия, он становится агрессивным, готов перевернуть все и вся. Потом эта агрессия тоже утихает. Это тоже наше временное состояние, да. И утихает, оно потом идет на депрессию. Когда идет на депрессию, человек закрывает себя коконом. Начинает закрываться от всего мира. От всех перестает общаться, перестает делиться своими мыслями. Потом потихонечку приходит смирение. Смирение – это когда уже человек в том состоянии, когда, ну, случилось, да. Это случилось со мной, с моей семьей. Уже случилось, уже ничего не вернуть вот в этом ситуации. А потом после смирения приходит принятие. В этом очертании нужно быть очень внимательным, да. Почему? Потому что смирение и принятие, они очень похожи со стороны, да. Похожесть именно их то, что человек вроде бы понял, что, да, вот рядом близкого нет, да, он получил ранение, да, происходит вот эта ситуация, да. Вроде бы есть. Но в то же время, когда ты находишься в смирении, у тебя начинается вот этот круговорот, обратный процесс. Ты можешь вернуться в эти эмоции тысячу раз. И это может длиться годами. У каждого свой проход вот этот, да. А вот когда приходишь к принятию, я для себя уяснила индикатор принятия. Когда ты знаешь, что человек принял эту ситуацию, принятие даёт действие в первую очередь. В принятии человек думает о будущем. Он принимает эту ситуацию, такой, какая она есть, он берёт её. И мы же, я же говорю, научиться жить с этим, да. Мы начинаем жить с этим. И начинаем учиться этому. И когда есть принятие, если мы говорим об этой ситуации, когда мы получили шок, у человека эмоций нету, вот этих эмоций, слёз нету, да. И ты спокойно воспринимаешь вот это. И хоть десять раз ты расскажи, да, ты уже это принимаешь осознанно, да, в голове. Поэтому, когда есть принятие, человек понимает, уже открывает новую жизнь. До и после. До этого случая и после этого случая. Твоя жизнь начинает разделяться. У тебя даже привычки меняются. У тебя эмоции меняются. Ты сам меняешься. И ты сам уже воспринимаешь жизнь по-другому. Когда родители и его жены вот звонят вот из этого состояния, вся агрессия полетела на меня. Я знаю, что этот человек не такой, он не родился агрессивным. И поэтому у меня на неё нету обиды. Я знаю, что эта агрессия временная. Вот поэтому временное состояние человека. Человек приходит с отрицанием. Я понимаю, что пройдёт время, это перейдёт туда, туда, туда. И когда мы начинаем понимать вот этот, как сказать, алгоритм эмоций человека, особенно тем специалистам, которые работают с семьями военнослужащих, с военнослужащих, особенно с потерями, да, вот тут нужно понимать вот их состояние. Когда ты понимаешь это состояние, ты их принимаешь такими, каких они есть. И когда это происходит, оно смотришь с нуля, да. И как с белого листа, вот. А когда человек в принятии, вот тут уже это тот момент, когда есть вот такой отрезок, да, от смирения до принятия. И вот когда в смирение приходишь, ты уходишь вообще в вакуум. Вот сюда, в точку. В точку нуля вообще уходишь. И здесь важно, как ты выйдешь сюда, да. А важны наши эмоции, позитивные эмоции, отрицатели. Человек реагирует на это со стороны своего опыта жизненного, со стороны даже опыта предков. И здесь мне очень помогла обычная фраза в Библии. Сверх твоей силы и возможности не приходит испытание в этой жизни. Тут в точке всегда вопросительный знак стоит. Очень большой. И вот этот вопросительный знак тебе не дает покоя. Не спать, не есть, не этот. Он идет сперва как почему, но здесь нужно думать для чего. Именно для чего. Для чего пришла ко мне эта ситуация. Для того, чтобы что-то осознать, для того, чтобы что-то проходить, что-то узнать о том человеке, которого я потеряла. Когда ты начинаешь понимать для чего, и тогда ты идешь, это уже идет на позитивную эмоцию, да. И тогда ты идешь на принятие. Вот на принятие. И когда принятие приходит, ты уже совсем по-другому. Увековечить память. Думать о том, что вот каждый, какой жизнью жил данный человек. С рождения. Вот для чего его жизнь дана была. Отрицая СВО, мы отрицаем целую жизнь человека. Ни в коем случае вот здесь нам нельзя оставаться. Для меня вот в принятии, когда я вот поняла, вот снег, я же валенки одеваю, пуховик одеваю, когда снег идет, да, или дождь идет, я же не пойду в валенках, я возьму зонтик. То есть человек начинает учиться жить с этим. А это пришло в наш мир именно в тот момент, когда мы живем в этот период жизни нашей. Оно происходит сверх моей силы, сверх моих личных каких-то амбиций, сверх моих личных каких-то возможностей, невозможностей. Вот искать виноватых вот везде мы можем найти, например, да. И когда мы уходим на негативные эмоции, мы отсюда вообще не выходим из этой яны. Мы вообще вот туда вниз проваливаемся, и все. И, конечно, это не есть хорошо, да. То есть получается вот плюс, тут получается вот минус такой. И вот каждому человеку, если понять вот это эмоциональное состояние у каждого человека, все близкие, кто связан с этим человеком, которого мы потеряли, да, когда они вот приходят на принятие, он живет в них. Он в каждом человеке, с кем он сталкивался в этой жизни. Он в каждом человеке живет вот с теми, с кем он разделял свой быт. Поэтому они всегда живы. И я говорю, что мы просто переходим на другой уровень общения с нашими родными и близкими. И даже вот в гражданской жизни мы же тоже сталкиваемся с тем, что мы теряем своих близких, да. И когда мы теряем их, нам это очень больно. А эта боль говорит о том, что да, мы живы, да. И если не больно, то этот человек тебе безразличен. Когда тебе больно, это твой близкий человек, вот, да. И вот эта боль именно, когда вот к принятию, да, оно идет на самоисцеление, на саморегуляцию внутренней жизни человека, внутреннего состояния. Поэтому тут очень важно нам всем понять вот этот алгоритм, да. И уважать друг друга, уважать их выбор, их решение. Решение мужчины, героя, мужчины-защитника, мужчины-отца, мужчины-сына. Вы очень важную тему затронули, да? Ну, печально, конечно, но я была в нескольких уже похоронах. И в прошлом году в это время муж моей коллеги погиб там вместе с Сунтаром. И вот его слова были «Уважай мой выбор, мое решение». Потому что из очень благополучной семьи он руководитель отдела и так далее. В общем, хорошая семья, и он взял и уехал туда. Первый шок родных, когда наши мужья и сыновья принимают такое решение, да? И нужно принять их решение, уважать их решение. Только тем самым мы можем, как говорится, быть рядом с ним, быть рядом всегда с ним. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok